Николай Полозов, адвокат, с нами на связи. Николай Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Хороший материал сделали наши коллеги, наши журналисты. Вот как раз такой вот итог. И Александра Архипова, антрополог в интервью русской службы BBC, она как раз и сказала, что вот ранее, она вспоминает, была такая классическая, да, талитарная система, она сталинская, это ее слова. А современные информационные автократии, они как раз работают не так. Их задача не уничтожать вот по-тихому большие группы людей, а как это делал Сталин, а напугать, чтобы сидели тихо. Но все же мы еще видим такой, ну, я бы не сказала, что это новый ритуал, да, вот то, о чем было в начале нашего материала, это когда 18-летний студент на камеру приносит извинения и говорит фактически то, что, я так понимаю, ему сказали сказать. Ну, это же не новый метод, когда раньше просто, возможно, там какое-то время, там несколько десятилетий назад не было камер, да, фактически таких, чтобы и мобильных телефонов не было так, у каждого, да, их не было. Но все же, вот то, что мы показали в нашем материале, когда на камеру просят прощения, признают якобы ошибки и так далее, это нововведение такое, либо же все-таки, ну, все-таки система, они работают и используют такие методы? Ну, важно понимать, что любая система, которая содержит в себе признаки фашизма, использует репрессивные органы государства для подавления личности. Подавление личности, оно может происходить как на физическом уровне, то есть посредством задержания, посредством применения насилия, так и на психологическом уровне. То есть в данном случае происходит определенный надлом личности. человека вставят в ситуацию, когда он вынужден говорить то, что он не считает нужным. И здесь уже чувствуется преемственность как раз от сталинского времени, от всех вот этих троек особого совещания, от прокурора Вышинского, который говорил, что признание вины есть царица доказательств. И в данном случае вот эти извинения на камеру, ну, фактически завуалированная форма признания вины. Ну, смотрите, по сути же, это насилие над личностью, о которой мы говорим. Хотя тут понятно, что дают такие сроки, что просто нереально за слова, да, за свободу слова. Я, кстати, недавно находил информацию от вашей коллеги, юристка Галина Арапова в интервью Deutsche Welle. В частности, она говорила, что, например, в прошлом году доступная статистика. Говорила о 187 возбужденных делах, о военных фейках она о ней говорила. И говорит, что довольно много, количество 187, учитывая, что сроки, которые дают, она их называет нечеловеческими. Это 8, 9, 7 лет, 6 и так далее. Но, по сути, новое наказание за слова, да. Она говорит, что ранее за убийство нескольких человек по предварительному сговору лиц давали меньше, столько не давали. Ну, можно вспомнить Владимира Карамурзу, которому запросили вообще 25 лет лишения свободы. Но тут же также идет речь о том, что просто издевательство элементарное происходит. А нет, тогда сядешь за решетку. Так получается. Да, с одной стороны, конечно же, мысли преступления для российских властей, в их представлении, являются гораздо более опасными преступлениями, чем, например, там, бытовой криминал, бытовые убийства. Собственно, вот эта классовая близость к обыкновенному криминалу, она позволила тому же Пригожину реализовывать в рамках военной кампании своей «Вагнер» те задачи, которые ставит Путин. Что касается действий силовиков, то мы же прекрасно понимаем, после всех событий в Украине, после массы военных преступлений, что российские силовики делают ровно то, сколько им позволяет российская власть. И если на территории Украины им разрешили делать абсолютно все, то, что они не делают это в Москве, не насилуют, не грабят, обусловлено только тем, что им это не разрешено. Но вот издеваться над людьми, унижать человеческое достоинство, им власть позволяет. Это является мотивирующей формой для российских силовиков, для полицейских, для росгвардейцев. Периодически становятся известны различные применения с их стороны запрещенных методов, в том числе и изнасилований, и других преступлений. Но власть это покрывает фактически большинство силовиков, которые даже были пойманы за руку с применением насилия и пыток, получают условные сроки. То есть тем самым власть дает сигнал всему населению, что силовики являются привилегированной частью населения, они могут делать, им позволено делать, больше, чем остальным. И вот свои комплексы они вымещают вот таким образом на людях, которые не могут ничего им противопоставить в ответ. Ну и также давайте добавим, что в России усиливают борьбу с несогласными и хотят наказывать пожизненно за государственную измену. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации Миномитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Его проект содержит частности и предложение существенно повысить нижние и верхние пределы ответственности за преступления по таким статьям, как теракт, диверсия и международный терроризм. По мнению Пискарева, ужесточение наказаний – это необходимая мера для защиты России от угроз, с которыми страна столкнулась со стороны Украины и ее западных союзников. И, Николай, по-моему, если я не ошибаюсь, речь шла еще о возврате возможной смертной казни за госизмену. Да, насчет смертной казни прощупывается почва. Ряд российских политиков они уже забрасывали, типа, главы партии «Справедливая Россия» Миронова вот эту историю со смертной казнью. Не удивлюсь, если моратория на нее будет снята. И в России складывается ситуация, при которой за слова дают уже больше, чем за убийство. А за сфабрикованные во многих случаях дела о терроризме, о госизмене, пожизненное решение. И тогда у человека, который находится в состоянии борьбы с российской властью, не очень большой выбор. Либо получить двузначный срок за слова, либо получить двузначный срок за действие. Таким образом, размывая границу между преступлениями и мыслью преступлениями, ну, фактически, власть готовит основания для того, чтобы люди, в конечном счете, если они борются, переходили к более жестким радикальным действиям. Это та ошибка, которую в свое время допустила царская Россия. Это привело к появлению народовольцев и к террору против чиновничьего класса. Вот смотрите, еще я внимательно изучал интервью юристки Галины Араповой, дочи Велли, по статье про российскую армию в основном преследуют политиков, журналистов, блогеров и гражданских активистов. Директор, собственно, Центра защиты прав СМИ. Что еще она говорит, что последний тому пример осуждения на 6 лет барнаульской журналистки Марии Пономаренко, ну, один из последних, это касательно начала этого года, при этом применяя при внесении переговоров часть 2 статьи 207-3 УК, в которой говорится о совершении преступления по мотивам политической ненависти правоохранительные органы фактически признают, что эти дела являются политическими, так считает медиаэксперт. И вот тут, ну, тут неважно, на самом деле, сама статья по мотивам политической ненависти. Во-первых, что это такое, как это, политическая ненависть, да, хотелось бы понять, а во-вторых, тут я бы, наверное, не акцентировал только на политиках, журналистах и гражданских активистов. Мне кажется, что этот список намного шире. Список действительно растет, и все больше случайных людей оказываются вовлеченными в этот репрессивный процесс в качестве жертв. Известны случаи, когда людей там арестовывали из-за того, что в метро увидел кто-то в ленте телефона листающего человека что-то и так далее. Конечно, это удобный инструмент для того, чтобы разобраться с наиболее потенциально опасными для власти категориями населения, теми же журналистами, теми же активистами, в силу того, что само понятие дискредитация оно очень размыто. Так же, как и формулировка политическая ненависть. Иными словами, в российском суде в конечном счете все эти дела так или иначе попадают в суд, сформировалась такая ситуация, при которой политическая ненависть это то, что представляет себе субъективный прокурор. Учитывая, что суда независимого нет как ветви власти, судьи вынуждены выносить те решения, которые от них требует верховная власть. Собственно, правоприменительная практика идет по пути того, что все вот эти определения, которые должны быть четко определены, они отданы на откуп тем же прокурорам и следователям, которые фабрикуют а впоследствии поддерживают обвинения в суде. А политическая ненависть, вот что это за формулировка? Я бы назвал, вот они любят такой термин еще русофобия. Максимально неконкретный, максимально непонятный. Вот это что-то из этой области, из области русофобии. Политическая ненависть к путинскому режиму это демонстрация нелояльности в чем-либо. Вот вкратце можно назвать это так. В деталях, как я уже сказал, это будет ровно то, что опишет следователь в обвинительном заключении и прокурор в прениях на суде. Николай, вам огромная благодарность, как всегда, за участие в нашем эфире. Зрителям напомню, что Николай Полозов адвокат был с нами на связи.